Девенадцатого апреля. Состоялось очередное заседание Общественного Совета при Законодательном собрании Краснодарского края по этике и нравственности. Темой заседания стал вопроса перспектив взаимодействия органов государственной власти края и социально ориентированных некоммерческих организаций в области формирования нравственных ориентиров и ценностей у современной молодежи. Заседание провел Гриценко Николай Павлович, первый заместитель и председатель общественного совета при ЗСК по этике и нравственности. В совещании приняли участие представители Министерства образования, науки, молодежной политики края, Департамента внутренней политики, Департамента информационной политики и других подразделений. Начальником этой деятельности является семья, поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны соклоняться и передаваться нравственной и духовной обычной ценности, созданной предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. От Кубанской митрополии был приглашен руководитель отдела религиозного образования и катехизации Катериндарской епархии, протерей Александр Игнатов. Кто думает, спастись делами, ответьте на такой вопрос. Когда бы мы спасались сами, зачем тогда страдал Христос? Вот если мы сами спасаемся, и мы такие нравственные, мы такие патриоты, и хотим патриотов воспитать путем на стольных игр, интернет каких-то новых, открытых, патриотически направленных, даже грантами, подкрепленных общественными организациями, то мы проиграем очередной раз. И здесь ставка сделана не на то. В своем выступлении руководитель апархиального отдела обратил внимание на важность воспитания подрастающего поколения и на духовно-нравственное и патриотическое развитие. Духовно развивать – это значит приобщать детей и молодежь не просто к традициям и великим победам нашего народа, но главным образом к вере своих отцов, которые они защищали, не щадя своих жизней. Нам нужны сердца и души наших патриотов, мальчишек, защитников нашей народы. И вот эти формы воспитания, мне кажется, нужно нам немножко сориентировать на нашу прежде всего, с чего начинает президент. Духовно-нравственное и патриотическое развитие. Духовность на первое место поставить. Все остальное встанет на свое. По мнению Гриценко Николая Павловича, духовно-нравственное воспитание – это и есть то, что всегда было цементом нашей государственности, нашего народа и всегда вселяло веру в победу. И вот особенно я хотел бы подчеркнуть, конечно, значение 800-летия Александра Невского. Оно не переходящее. Будет и 801-го годовщина, и будет еще последующее неюделение даты. Но значимость вот этого подвига, осуществленного нашим русским человеком в те стародавние деменант, она должна быть непреходящей. И она должна передаваться из усталах в мыслях. И это не дань уважения героям, это дань уважения истории нашей перед всего, истории нашего Отечества. Никто без веры в историю, без веры в Бога, без веры в самое светлое, во что мы можем верить, никакая победа, конечно, не достигла.